ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. МВД планирует по-новому организовать работу инспекторов ДПС. В частности, дежурство они будут нести не абы где, а только на участках дорог с повышенной аварийностью. Общение с водителем только под прицелом видеокамеры. К тому же, в скором времени сотрудники ГИБДД рассчитывают получить право остановки автомобиля для проверки документов в любом месте, а не только на стационарном посту. ТРАССА СТО ОДИН Пьяный шофер автобуса, увы, нередкое явление в России. Полицейские за последний месяц обнаружили по стране почти 230 водителей общественного транспорта, севших за руль в нетрезвом состоянии. Кроме того, немало претензий, несколько десятков тысяч, у стражей порядка вызвало техническое состояние автобусов. Главным образом речь идет о неисправностях тормозной системы и системы рулевого управления, и внесении изменений в конструкцию, которые не были узаконены. ТРАССА СТО ОДИН В России растет число водителей, не оплачивающих штрафы за нарушение ПДД. Их, по данным Федеральной службы судебных приставов, в сравнении с первой половиной 2016 года, стало больше на 600 тысяч. Приставы связывают это с увеличением автопарка, ростом числа дорожных камер и ужесточением законодательства. Всего в первом полугодии 2017-го люди в Черном собрали с должников по штрафам более 7 миллиардов рублей. В Московской области может появиться первая в России школа для тех, кому влом соблюдать скоростной режим на городских улицах и не влом положить стрелку спидометра и пожечь резину. Образовательное учреждение будет прививать нынешним и будущим стритрейсерам навыки экстремального, но безопасного вождения. Идею поддерживают власти столицы и гильдия автошкол. Ранее звучала идея о том, чтобы в каждом крупном городе была предусмотрена площадка или трасса для любителей автомобильных гонок. Трасса 101 Японские специалисты в поисках инновационного материала для производства автомобилей нашли, на их взгляд, что-то стоящее. Смешав особым образом древесную стружку и пластик, они получили субстанцию, которая в пять раз легче стали и в пять раз прочнее ее. Теперь кулибины ищут автокомпанию, которая заинтересуется их разработкой. Однако дела у них идут неважно. Слишком уж дорого оказалось делать машины из дерева и пластмассы. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101